Здравствуйте уважаемые подписчики и посетители моего канала. Сегодня речь пойдет об адаптации комнатных роз после покупки. Сейчас в цветочных магазинах можно купить самые различные горшочные цветы, в том числе и карликовые розы. Они прекрасны, но увы, долго в квартире не стоят. Через несколько недель, максимум месяцев растение засыхает. Но все не так страшно, как кажется. Если правильно приобрести комнатную розу и дать ей возможность адаптироваться, розочка будет радовать вас не один год. Также нужно знать общее, довольно несложное правило по уходу за растением. Как правильно купить комнатную розу? Сорта. Для выращивания в квартирах лучше всего подходят миниатюрные сорта роз. Их без труда можно найти в магазине. Это розы кардана с компактными кустиками и мелкими цветками. Также продают розы турбо. У них более крупные цветки и розы патио. Розы патио это группа садовых роз, но для горшочного выращивания они тоже подходят. Возраст растений, которые попадают в торговую сеть, составляют около 2-4 месяцев от укоренения. Как правило, они продаются высаженными по 4 штуки в 10-сантиметровых горшках или по 3 штуки в 6-сантиметровых. Они еще толком не окрепли, а тут такой стресс. Смена комфортных условий профессиональной теплицы на далеко не идеальные условия сначала магазина, а потом квартиры. Первое условие удачной покупки комнатной розы – приобретать ее весной. Другое время года не подходит. Внимательно осмотрите кустик, который пришелся вам по душе. Если роза цветет, остановите свой выбор на растении с большим количеством нераскрывшихся бутонов. У такого растения больше сил. Также осмотрите побеги и листья. Листья должны быть зелеными, плотными и блестящими. Они должны хорошо держаться на побегах. Побеги не должны быть черными пятнами. Это может означать наличие грибкового заболевания. Белый налет на листья говорит о заболевании мучнистой росой, коричневые или черные пятна о грибковых пятнистостях розы. Желтый цвет и опадение листьев означает то, что растение истощилось, либо было перелито. Обязательно проверьте на наличие вредителей. Не постесняйтесь осмотреть листья в луку, особенно с нижней стороны. Комнатные розы могут поражаться щитовкой, мучнистым червецом и бичом комнатных роз с паутинным клещом. Как правило, только что привезенные в магазин растения здоровы, но если у вас есть сомнения, от покупки лучше отказаться. Как помочь роде адаптироваться? Первые 2-3 недели после покупки для розы будут самыми сложными и стрессовыми и к этому нужно быть готовым. Роза может сбросить все листья, но по истечению периода адаптации растение трогается в рост и снова зацветает через 1-1,5 месяца. Первое, что нужно сделать после покупки, пересадить растение перевалкой в новый горшок. Это касается растений, купленных в торговой сети, так как контейнеры, в которых они продаются, для жизни не подходят. Пересаживать нужно в горшок с дренажным отверстием чуть больше по размеру, чем контейнер. На дно обязательно положите слой дренажа, подойдет вермикулит или небольшие камешки. Переваливайте аккуратно, не разрушая ком земли, досыпав по бокам свежей специализированной почвы для роз. Другая почва не подойдет. Если роза во время покупки не цвела, это хорошо, все ее силы пойдут на адаптацию. Если же она усеяна бутонами или распустившимися цветками, их лучше обрезать, так как цветение сильно ослабляет любое растение. После перевалки обязательно опрыскайте растения стимуляторами роста, эпином или цирконом по инструкции и для профилактики от вредителей октарой и фитовермом от клеща. Даже если на растении нет вредителей, этими препаратами нужно пользоваться. В дальнейшем опрыскивайте растения фитовермом раз в неделю. Правила ухода за комнатными розами. Первые две недели после перевалки удобрять растения нельзя. Далее подкармливайте любым комплексным удобрением для роз раз в 7-10 дней в жидком виде. Можно одну неделю поливать водой с удобрением, другую неделю опрыскивать. Поливают растения по мере подсыхания земляного кома, не допуская заливов. Частота полива раз в 3-4 дня, но если почва влажная, полив лучше перенести. Влажность почвы можно проверять, надавив пальцем наверх грунта. Поливают розу отстоянной водой комнатной температуры или слегка теплой. Излишки воды обязательно нужно слить из поддона. Выберите для комнатной розы самое светлое место в квартире без прямых солнечных лучей. В идеале это западное или восточное окно. Растения любят теплый душ и повышенную влажность в помещении. Более детально по уходу за комнатной розой у меня есть отдельный ролик, ссылка в описании. Если роза прижилась, через 2 недели она выпустит новые побеги, а через полтора месяца должны появиться бутоны. По этой инструкции процент выживаемость магазинных растений довольно высокий, если растение изначально не было сильно ослаблено. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok